Ну что же, можно быть уверенными, что криминальная полиция бдительно следит за уголовными преступниками. Но есть еще и нарушения, которые, конечно, к уголовным не относятся, но доставляют в эти зимние дни немало неприятностей. Районное управо МУСТа, мая строго проверяющая качество уборки снега и борьбы с гололедом на территории района, зафиксировало ряд нарушений. И на этот раз власти района решили не ограничиваться предупредителями беседами с нарушителями, а как говорили в прежние времена, бить их рублем. И хотя рублей у нас уже давно нет, но штрафы в евро никто не отменял. И об этом наш разговор с Лаурей Лацем, старейшиной района МУСТа, мая. Лаурей, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с общих вопросов. Как продвигается дело с уборкой снега в районе? Ну, смотря на то, что у нас сейчас большого снегопада нету, скажем так, что вот период был недели, где вот всю неделю шел снег, конечно, был трудный период. На данный момент у нас, я могу сказать, более-менее хорошая ситуация. И, конечно, очень много помогли наши жильцы районов, особенно жильцы, кто имеет и машины. Но есть и проблема. Проблема в том, что многие машины-собственники все-таки не убирают свои машины, а от этого зависит качество работы, чтобы проведено было. И вторая проблема, конечно, наш партнер. К слову о партнере. Районная управа МУСТАМЯ заключила договор с фирмой, которая занимается уборкой улиц. Тем не менее, вы тщательно следите за результатами этой уборки. И вот уже первые штрафные санкции. Действительно, у нас новый партнер. По тендеру выиграл этот тендер. Кеску на Тенусет, Аксия Зельц, на 6 лет. И уже с января месяц они работают в нашем районе. И если могу сказать, что начало января было все хорошо, успешно, все работы продвигались, то где-то уже в середине января были первые замечания. И мы уже первый раз в январе, первый раз астрафовали на 3 тысячи, а второй раз уже на 6 тысяч. И вот уже в феврале месяце опять новые 3 тысячи. Что это значит? Мы наблюдаем постоянно, постоянно за положением, как у нас все убирается в нашем районе. У нас 3 человека, кто ходят каждый день в разных районах нашего района. И все записывают, делают акты, предоставляют нашему партнеру и просят их, чтобы они ликвидировали эти недостатки. Если это делается в течение 24 часов, все нормально, мы довольны. А если затягиваются, то действительно надо их штрафовать. И вот последние 3 тысячи, что мы сейчас делали в штраф, было ясно, что мы предупреждали их 3 раза. Давайте уберите вот эти участки. И они просто не сделали этого. Как мы штраф выписали, уже сегодня все у нас в порядке. Но тем не менее зима когда-нибудь закончится и снега совсем не будет. Ну конечно, в том смысле, если мы говорим про зиму, про снег, это же не только проблемы для нас. Для нас некоторые проблемы, но смотрите, у нас такой зимы 10 лет не было. Снега очень много и этим надо наслаждаться. Например, в нашем районе можно взять катки, сходить на каток, взять лыжи, сходить прокататься на лыжах. Потому что мы открыли в нашем лесу, в Суити-Тельмецпарк, лыжный парк на 10 километров. У нас есть трасса. Так что приходите, все мы устанавливаем. И плюс еще мы сейчас строим зимний городок, снежный городок. Тема у нас жанр мультиков. У меня, я сказал, заказ у меня был такой, что я хочу Гену видеть. Так что уже 23 февраля мы открываем свой снежный городок. Приходите и к нам гости. Спасибо за информацию, желаю успехов. В общем, остается напомнить тем, кто следит за уборкой в эти дни, что качество уборки снега и борьбы с гололедом напрямую влияет на повседневную жизнь всех горожан. Так что дело не только в штрафах, но и в ответственности перед каждым жителем. О чем и напомнил наш гость, старичная мустамия Лауре Лац.